Ну что ж, мне очень хотелось познакомить вас со своим садом и большое количество береги, которые тут растут. Как я уже сказала, яблоки, груши, персики, абрикосы, инжир, кризис, актимидия, много всего. Но для мяло я еще облепихи, хотя облепиху обожаю. На зиму я всегда пересыпаю сахаром ягоды, облепихи, это очень полезно. Я так-то покупала все давлепихи, нужно иметь землю, иметь этого дерева и покупать, неизвестно где, собранные ягоды. В общем-то, в прошлом году я уже добралась и до облепихи. Вот это дерево облепихи, посмотрите. Кстати, оно ведь очень колючее. Но у меня сорт, я не знаю, не знаю название его, потому что, в общем-то, я его покупала, знаете, не на рынке и не на выставке, то, что я обычно делаю, а в одном киоске, где женщина продает цветы. Но чем интересно, что этот киоск у нас в городе знают все, и садоводы-любители, мы просто обмениваемся там. Я имею что-то интересное, я могу принести и, так сказать, сдать, да, выручить какую-то копейку, и так остальные, и не на любители, те, которые этим увлекаются. Так вот, принесла тоже какая-то женщина, сказала, что это очень хороший сорт, она тоже его выписывала, крупноплодный, и не... Ну, во всяком случае, я вижу, единичные, редкие-редкие колючки, но вообще почти без колючек. Но что интересно с облепихой, это то, что облепихе нужно не просто пару, а нужно мальчика и девочек. Когда я покупала, в общем, я не знала, как выглядит, да, дерево, как выглядят почки. Когда я купила, говорю, а хоть кто это, девочку я или мальчика купила? Продавец сказала, это девочка, значит, надо искать еще мальчика. Ну, хорошо, хороший сорт у меня девочки, а где же найти и мальчика? Ну, я походила, походила, по базару нет. Мы поехали к родственникам, к родственникам, и там в лесу подсказали, где растет дик... Ну, в общем, поехали мы в гости к родственникам, и пошли в лес, где они подсказали, где растет облепиха дикая. И надо было найти. Ну, приехали мы, ну, видим такая вот поляна облепихи. А где же мальчик, где же девочка, как найти? Здесь встали все, смотрим, и не можем мы найти мальчика. Потом, когда я уже пригляделась, я обратила внимание, что вот есть веточки вот с такими почечками, покажи ближе, вот с такими мелкими почечками, видите, и большое количество таких почечек, мелковатые. А потом обратили внимание, что есть с такими крупными почками, как будто они двойные, тройные, видите? Обратите внимание, вот эти вот почечки. Но так как деревцу маленькое, то их тут и мало. Ну, в общем, я решила остановить выбор именно на вот таком саженце, с такими крупными-крупными почками. А приехав домой, я загляну в крупный вид, я стала искать, ну, чем же отличаются мужские и женские типы облепихи. И когда я увидела, что действительно облепиха с огромной почкой – это мужской вид, просто обрадовалась, что мы угадали. В общем, есть у меня и мальчик, и девочка. Девочка пошла в рост хорошо, хотя они были приблизительно одинаковые. Но мальчика и не надо много, хватит с него этих пару почек для опыления. А вот видите, это уже будет столько облепихи, я надеюсь. Ну что ж, облепиха очень полезная. Детям, зимой, взрослым. Почитайте и посадите.